Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Озвучиваем занятия, которые я вел в Потеряевке с 91-го года. То в лагере, то где. Все они почти оборваны. Записывал Игорь Барабаш, пленки не было, видимо, переключал. Итак, ныне отпускаешь раба твоего. Не следует смущаться, что не только в проповеди, но и в молитве слышатся имена людей неверующих. Когда мы читаем деяния апостолов, то узнаем, что после допроса они молятся сообща с всей церковью, и их молитва потрясла землю. Случай не так часто встречающийся. А для нас, православных, это просто недопустимая вольность со стороны апостолов, покажется просто неприемлемой. Более похожая на сектантскую молитву деяния. Мы в отпущенные не пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали... Не стали царю небесным считать, богородица, дева, радуйся, достойно. Не стали говорить честнейшую херевим, как у православных. А что они делают? С кем это близко сходится-то? И сказали, владыка Божия, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал духом святым, что мятутся язычники и народа замышлять тщетно. Восстали цари земные и князи, собрались вместе на Господа и на Христа его. Ибо поистине собралась в городе всем на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою Ирод и понтипелад с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть, предопределила рука твоя и совет твой. То есть какие правители поминают в молитве? Да сегодня кто это будет-то? Чтобы стали молиться и сказали, Господи, что это со страной нашей делается? Правитель такой-то, пересвященник такой-то, патриарх такой-то. А куда они забели всех нас? Нет такой молитвы-то. Молиться-то не умеют православные-то. А грызут друг друга, как звери, как скорпионы, говорят, в банке. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое, тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на саделание знамений и чудес с именем святого сына твоего Иисуса. По молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнили все духа святого, и говорили, Слово Божие с дерзновением. Вот результат. Место поколебалось, исполнились все святого духа, и все говорили на угрозы, дай рабам твоим соседям смелостью говорить. Ну нет этого, совершенно нет. Гонение было, то спрятаться, теперь что-то еще сделать где-то. Вот образец. За 2000 лет покажите, кто так поступал во время гонения, когда Ленин пришел. Так ли делали? Ну, должны быть какие-то, хоть маленько-то, на людей похоже сказать, нет, у нас этого не было. Если делали, то делали баптисты, там, штундисты, кто-то. Они так делали. Вот эти 60-е годы, когда Совет Церквей появился, отделенные, инициативники их назвали у баптистов, они открыто шли. На Красной площади устраивали эти митинги. Их хватали, там, били, давили. Сколько их погибло, там, около 30 человек только не вышли оттуда. Дальше. Молитва должна быть целенаправленной. Точно по адресу. Если у пророческих сынов срывался топор и утонул, то они не стали читать молитву о покойниках или пророку Моисею. Обратились к конкретному своему человеку, и они указали на место, где топор покоится на самом дне. Четвертое отцарство. Когда один валил бревно, топор его упал в воду. И закричал он, и сказал, ах, господин мой. А он взят был на подержание. И сказал человек Божий, где он упал? Где он упал? Где согрешили? О чем молиться? Он указал ему место. И отрубил он кусок дерева и бросил туда. И всплыл топор, и сказал он, возьми себе. Он потянул руку свою и взял его. Как просто все. А какой вывод? Надо знать, о чем молиться. Вот сейчас конфликт новый. Армения, Азербайджан. А как вы на это смотрите? Зачем мне смотреть? Я там был, ездил. Книги находятся в Центральной библиотеке Азербайджана. В Национальной библиотеке в Баку приняли. В Ереване, где мы были. Ночевали там у красивого озера Севан. Севастинска, как она там называется. Купался я там. Зачем мне это рассуждать об этом? Молиться надо. И все. А вы бы видите разрешение этой проблемы? Слово проблемы никогда не употреблять. Неразрешенный вопрос. И все. Придумали эти американизмы все это себе? А как? Я один раз только слышал. А один раз, когда совет давал по этой тематике Владимир Вольщевич Жириновский. Япония. Да почему Япония-то не выделит такую же площадь, где-то на Дальнем Востоке, пустующие земли? Ну и пусть будет как Тувинская там отдельная республика. Закон Российской Федерации. А то он ставит там резервацию на островах после цунами, он говорил. Ну на столько земли. Ну предложить там никого уже нет. И в Армении-то там не больше трех миллионов осталось. Люди бегут, работы нет. Дайте им работу в Сибири. Отдельная Армянская республика, как будет Тува или Бурятия. Те какая. Ну ведь есть же это. Почему не дать? Маленькому шорстскому народу здесь дали республика Алтай. Там никого нет-то. Какая там республика-то? Вот люди. А это пускай Армения там и война прекратилась. Им надо это. Пусть берут. Там не за чем сражаться. Всю территорию опять трупами устрелят-то. Решение есть. Оно предложено. Не мною, депутатам Государственной Думы. Ну не будут этого делать, потому что это выгодно, когда воюют. Выгодно. Каждый снаряд это не чемодан. Он говорит, улетает и назад не возвращается. Выгодно его издавать. Так. Дальше. Не во всем же и Ордане искать надо было. Ныне отпущаешь. Что в этой песне есть для нас? В первую очередь радость встречи со Христом. Лукой. Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. То есть на тему на эту я дальше поворачиваю. Конкретно. Много мы еще не допонимаем. И на что-то времени еще не хватает. Как это может быть и будет ли? Но то, что мы все умрем, это мы знаем абсолютно точно. Случилось, что умирает верующий человек. И он дает наставление несколько часов сыну своему. Сын мой, как я страдал за тебя. Как трудно ты дался мне. Ты отца потерял еще будущего колыбели. А теперь тебе только 12 лет. Как ты будешь без меня? Я не знаю, кем ты будешь, как школу закончишь. Но я об одном только прошу тебя, сын мой. Пожалей ты меня. Я кровь проливал за тебя. Пролей ты и кровь за Христа. Мне так хочется быть матерью мученика Христова. Ну какая мать сегодня будет это говорить? Она об одном умоляет. Только не умри ты в постели. Иди свидетельствуй. Говори о Боге. Стань мучеником. Вот фанатичка-то где? Экстремистка. Как угодно называй. Ну и назовите, кто знает где. Это я мог сказать. Никто этого не говорит. Почему? Да не знает жития даже. А я их насчитывал. Каталоги составлял. Перепечатывал. В общей сложности около 10 раз пришлось. 12 томов уже 120. И дальше. Это мать Евросинева Климета Анкирского. В честь которого назвал наш детский православный лагерь Стан. И она несколько часов, умирая, убеждала и убеждала его. И она так глубоко заложила это в сердце сыночка своего, что он стал сразу же искать, где бы пострадать за Христа. Как Феодосий Печерский днем работал, а вечером ходил к евреям в их поселение, чтобы они распяли его, как Христа. Чтобы Христос принял его через такую смерть. То есть всяко подковыривал их. Некоторые святые буквально искали этой смерти. Иван Златоуст говорил, что Иоанна Крестителя никто не принуждал покинуть пустыню или непременно идти во дворец к Ироду. Это он сам делал легко и добровольно. Как пророк он мог знать или догадываться, что Ирод никогда не покается. И ничем хорошим его затеей обличать такого тирана не кончится. Мне говорят, ну ты говорил, ты понимал, что они покаются? Мне не надо думать об этом. Вот я писал письма в ООН всем генеральным секретарям, всем патриархам. В книге «Для Слова Божия нет уст» у меня многое там отображено. Здесь же на нашем сайте. «Для Слова Божия нет уст». Это как бы автобиографичное, что говорили. 752 страницы. Дальше. Может, его даже и отговаривали, как апостола Павла, не ходить к этому зверю. Обличила голова оказалась на блюде. «Хочешь ли быть мучеником за Христа? Пойди и обличи правителя». Это Затаут говорит. «Иди, не сиди дома, пойди в Кремль сейчас, в Думу, обличи их». Одна католическая монахиня из общества Милосердия была посылаема к умирающему, чтобы побыть с ним, помочь, сказать слово утешения. Но она вдруг спросила, а он верующий или неверующий. Ей возразили, нам не нужно этот вопрос задавать, мы обязаны пойти. Она же сказала, что ей вчера пришлось быть у одра умирающего великого безбожника Вольтера. И она дала за рог, никогда больше не быть у одра умирающего безбожника. Таких страхов она натерпелась. При жизни он написал много произведений, высмеющих Библию и Бога. Это видный масон, родитель парижской коммуны. Он при жизни написал завещание, что «Если я буду вызывать священника, то не вздумайте призвать его. Это я буду говорить уже в безумии. А сейчас, в здравом уме, я отрекаюсь от церкви и от священников. И тогда покажите мне это завещание, что верит только этой бумаге». Но когда пришла смерть и демоны по его окаянную душу, то он стал звать священника, но ему показывают его завещание. Он видит луковых духов, их угрозы, видит огонь, что ему готовится. Демоны пришли по его душу. А не хватает его. Он криком кричит, но ему нет ни исповеди, ни причастия. Он кричит «Я аннулирую этот приговор завещания». Договор завещания. Договор завещания. Я всем говорю это в совершенном разуме. У него холодеют ноги. Волос поднимается на нем, и у окружающих охватывает ужас. Этот ужас отхватывает всех. И дежурную сестру милосердия. Он просит пощады. Но назначенный им же попечитель его вновь и вновь показывает на текст от его отречения от Бога. А там так и написано, что если будут холодеть ноги, и тогда не верьте мне. Не верьте, не напускайте священников. Он при жизни сковал себя со всех сторон. Доктор Траншен позже напишет, что смерть Вольтера – это бурное море. А смерть христианина – это тихая гладь озера. Понятно как. Вот какие еще бывают люди. И дальше хоронить негде. Его в кабриолет посадили, по всей Франции возили, и на кладбище не принимают. Сколько он зла сделал. И главное, пророком себя показывал. И говорит, через сто лет Библия будет забытая, заброшенная книга. Ее можно будет найти только в кладовых и археологических музеях, как свидетельство глупости более ранних поколений. И что интересно, ровно через сто лет там будет склад библейское британского общества, где он говорил с балкона. А то Бог так делает. Как одна какая-то княгиня, что никакого воскресения не будет. Вот как лежит на могильной плите у меня, ни одна не двинется. Так не будет воскресения, тела не воскреснуты. Но я это все написала, сказала и приказала, какие большие плиты лежат. Так там еще закопали еще что-то. И большими железными обручами схватить, чтобы плиты лежали неподвижно. Но попало зернышко, одно сырость. Глина вспухла. Маленько приподняла. Корни пошли дальше. А корни давления идет. 2000 гриб, который выдавливает. Вот бывает асфальт. И вдруг асфальт пробивает оттуда маленький грибок, обыкновенный гриб. Там взять не до что. У него давление, говорят, 2500 килограмм на сантиметр. Это, понимаете, тонны. И у нее получилось, разорвало эти шины, которые держали, и плиты вертикально стоят. А у нее написано, что вот как мои плиты лежат неподвижно, так будет лежать и человек. То есть это проповедь была. Подводили и говорили. Никто не прикасался к могиле. Никто не резал эти шины железные. Вот как делает Бог. Порок Исаия. Они честивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого в воды выбрасывают ил и грязь. Вот так, которые везде подыскиваются и прочее. Ил и грязь. Таки мы блаженны, и мы этого даже и оценить не можем сегодня. У нас у всех впереди лидивный и страшный час расставания с этой жизнью, как говорит Парфений. Мы не знаем, кто и как умрет, но со Христом все будет не так, как у безбожника. Как пишет Тургенев, теперь одна дума, как бы попорядочнее умереть и роль сильно не раскрыть. Ныне отпускаешь раба твоего. Ты послал мне в этот мир, держал столько лет, берег, и теперь отзываешь. А куда я однозначно был, туда я и иду ныне, вот мой Бог. Здесь мы проходим жизненный экзамен. Не картошку только копать пришли мы сюда, не детей нарожать тысячу. Главная задача уподобиться Богу. И чем мы придем? Как мы будем умирать? Поэтому в этой молитве мы не просто вспоминаем Симеона, богоприимца, прожившего 360 лет, а вспоминаем свои годы, которые уже подошли к концу. Это я занятия веду, поэтому называю фамилии, и все это не в церкви. Какой же я счастливый, что я увидел спасение Твое. Я вижу, что Ты умер за меня на кресте на Голгофе. Господи, я верю, что за меня Ты пролил свою причистую кровь. О, ужас! Я верю, что мои грехи распяли Тебя. Я бы никогда не нашел Тебя, если бы благодать не коснулась моего сердца. Я ничем не лучше моих родных, которые не знают Тебя. И как многие нашего возраста давно уже умерли. Мать посылала нас к бабушкам беспризорным, чтобы что-то им отнесли. Дедушка читал златоуста, и эти зернышки добра проросли потом. Юность многое порастеряла, но Бог нашел, приобрел нас в крови Своей. Все пройдено, все пройдено поприще. Ныне отпускаешь меня. Когда окружают тучи жизненных невзгод, гонений, свет исчезает, тогда у верующего есть надежда и пристань. Тихий свет, радость, молитва и получение помощи. Наши любви к Господу более всего вмешатливы к тому, что временное, земное, оно застилает духовный горизонт. И мы варимся в этом котле забот и самонадеяния. И когда котел будет пуст, поставь его на уголье, чтобы он разгорелся, и чтобы медь его раскалилась, и расплавилась в нем нечистота его, и вся накипь его исчезла. Более чем Господа, нельзя любить ни друзей, ни жену, ни детей, ни мужа, ни хозяйства. Все же от этого надо бы отходить, не всем сердцем прикипать к этому, но устремляться к Господу. Помоги Господи, это так трудно, оторвать все это нами лилеймое и любимое. Я вам скажу, вы братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, имеющие хозяйство как не имеющие. Пусть это будет на 25 месте и дальше, а на первом месте дай мне любовь к тебе. Не, ради тебя святые забывали все. Они говорили, солнце, зачем ты всходишь и прерываешь радость общения в молитве со Христом? Тихий этот цвет радости, дарованный нам, как дар Божий, пусть доведет до земного смертного часа, чтобы мы могли сказать, ныне отпускаешь нас, первоявно. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что видим Его, как Он есть. Поэтому дальше... Нам давно хочется быть с тобой, и мы стремились к тебе всю нашу многотрудную жизнь. Я уверовал в тебя и жил надеждой, встреча с тобой, радость моя. То есть видите, обрывается, что-то с пленкой связано было или что-то, но хотя это Игорь сохранил. Ну вот все пока по этой теме. Тема-то понятна, какая, о чем шла речь? Еще посмотрим. Какая тема, ныне отпускаешь раба твоего. Видите, сколько нового можно узнать. Поэтому тут выданки никакой нету. Дальше.